Продолжение следует... Некоторые игроки, скажем так, ждали, не дождались и уехали до того, и в Белесняках, в том числе, у меня уже некоторые возвращаются на Евросамсоном, два человека вернулись, отдохнувшие, загоревшие. В общем, как бы последний тур, потом две недели на доигровке и уже вообще все. Поэтому тур этот очень важный, некоторые команды в этом туре, сыграв его, уже и закончат, собственно говоря. Закончить что ты можешь наводить? Ну, у них доигровок нет, нет пропущенных игроков. Да, да, боже мой. Вот, Динамо Отрады, в частности, будет играть последнюю игру перед перерывом. А у Самсона есть еще пропущенная одна игра, и играют они, дай бог памяти, по-моему, с Хеллсом. Самсон, Динамо, ну, что я могу сказать? Во-первых, Самсон, две игры играл с Белесняками, я наблюдал с интересом за командой, приезжает много игроков, но нет Пономаренко, на этой игре уже не было Чернышева, не будет Бондарчука, я так бы знаю. Ну, однозначно, не буду им там ладду ходить. Да, вот, исходя из этого, интересно, какой будет в атаке состав клуб команды, потому что все эти три игрока, это нападающие. Самсон, как бы, команда такая, достаточно настырная, мне вообще скиль игры Самсона, я даже не знаю, напоминает мне какой-нибудь английский клуб из нижней части турнирной таблицы, который, как отбойный молоток, работает, все время пытается атаковать вперед-вперед, да, но там не на кого будет играть. То есть, как они решат эту проблему, может, Пономаренко уже вернется из отпуска. Все, возможно, да, все, возможно. Вот, но я думаю, что Самсон все равно перед Динамо-Отрадным будет иметь определенное преимущество, и минимальную победу я Самсону отдам. Зерпунктам 2-1. Окей, поступная игра Дарниця, Дарниця, яка останнюю игру зіграла в ничью, игра там у нас командой Хелс, особо на поле, и тоже могут быть тут перевага на боці команды Дарниця, а вот я взиграю, ты, кто ж? Ну, при том, что я судил две игры Хелса с командой Старс, и Хелс очень старался, уровень, уровень футбола Хелс, который показывает Хелс, он недостаточен для Дарницы. Вопрос к другому, как мы уже знаем по игре прошлого тура с Легендой, Дарница плохо собралась, и вполне реально, что у них тоже уже начался сезон отпускок. Но думаю, что все равно, у Хелса они должны выиграть, тяжело ли, легко ли, так думаю, 3-1, вполне объективный счет, может быть 2-0, но 3-1 все-таки. 3-1 в команде Дарниця, все по зубам, Катран Нюлайф, Катран Интер, ну, просто команда Катран Нюлайф, третья игра подряд, ну, неможливо, Катран Интер, а Катран прайматами Интер у себя дома. Ну, мы знаем, что это очень принципиальные игры, то есть отношения между командами, особенно между организаторами, достаточно натянутые. Интер проиграл на своем поле 0-3, какие были сделаны выводы, были ли какие-то разбирательства, я не знаю. Но я знаю, что для Интера ничего нет более важного, чем победа на Катране. Поэтому я не сомневаюсь, что на игру с Акулами Интер приедет в хорошем составе боевом. Опять же, не сомневаюсь, что Атлашов сумеет назначить игру таким образом, чтобы собрать у себя какой-то состав. Все возрожное Интера. Ну, это сложно, да. И можно говорить о том, что Катран, ему, конечно, не хочется заканчивать первый круг с 8 очками, но почему-то я не верю в успех. Да, я думаю, что они проиграют 1-3. Да, наверное, эти. Хотите поставить 0-2? Кстати, да. Ну, потому что Катран мало забивает, согласен. Это может быть даже более вероятный сход. Поставим в дужечках 0-2. В дужечках 0-2, да. На всякий случай. Атлант у себя на поле принимает команду Сиа. Хлопцы высокого взрослого в команде Сиа. Хлопцы высокого взрослого в команде Атлант. Ну, это в любом случае будет очень интересная игра, потому что поле на стадионе Драйзера, как мы все знаем, это любимое поле команды Атлант. С другой стороны, туда приехала команда Сиа и забила Аяк со 7 мячей. Команды, я не знаю, как они решат проблему судейства, потому что меня предлагали, приглашали судить эту игру. И Атлант наверняка хотел пригласить Диму Мейера. Не знаю, на чем все это закончилось. А как Атлант взагалі, чтобы... Тебе запрошил Атлант? Судить? Да. Это же те, что танцевали. Ну, ничего страшного. Потому что они там танцевали, это их проблемы. Одно дело, я организатор Береснякова, другое дело, я арбитер ХФЛ. Поэтому, как бы... Ну, знаешь, у нас все-таки, иногда я отримаю дзвінки, деякі организаторы просят, что мы боимся, что будет привязать предложение в судействе. Ты знаешь, Вов, вот я вот в лиге играю больше всего, в 12 лет. Я за все это время, никогда, ну, сколько, по крайней мере, ты здесь есть, я не помню, никогда в поводу судей не звонил, и судей не просил поменять. То есть, хотя, могу честно сказать тебе и всем, кто смотрит эту передачу, что на самом деле, практически каждый судья, который судит в этой лиге, рано или поздно, когда-то делал какие-то неприятные вещи про отношение в команде Бересняки. Но, если так относиться к каждому арбитру, то скоро придется самому судить все игры. Не, ну, ЦРС-5, ты уже в команде Атлант, на самом деле. Да, молодцы, да, я удивился этому звонку, конечно, тоже, я им сразу дал свое согласие, но попросил, говорю, ребята, перезвоните, созвонитесь к командой Сия, потому что, как бы, взаимоотношения мои с командой Сия, с моей стороны, ненормальные, что там придумала команда Сия, это уже вопрос их ключ. Вот, но, тем не менее, игра эта будет очень интересная, я думаю, она будет ничейная. Я буду, она будет ничейная, с большим количеством забитых мячей, там, 3-3. 3-3, ого-го. Окей, наступный матч, это будет троеченский дерби, дерби на троечене, а как играть с командой Легенда? Ну, в прошлом туре, ну, не туре, а когда они играли два тура назад между собой, Игорь Сикорский забил 3 мяча, а я к своим. Насколько я понимаю, Игоря нету. Будет Сикорский, но Сикорский еще не будет? Вполне реально, что он уже отбыл в расположении, там, Олчевской стали, или за кого он там сейчас выступает, поэтому вряд ли он приедет на игру с командой Легенда. С другой стороны, я не думаю, что Аяхсу и без Сикорского будет сложно, то есть, я думаю, что Аяхсу все равно будет иметь преимущество, потому что домашняя игра, удобное время. На первенстве города, насколько я знаю, у Аяхса особых задач нету, поэтому я все-таки в пользу хозяев поставлю в один мяч, 3-2. 3-2. А Аяхса на сегодняшний день на 1 очко? Ну, а им надо, им надо, потому что они тут в турнирной таблице вообще рядышком. Да. Ну, что ж, гра «Старс Березняки» отбудется тоже у нас в четверг, в четверг, после зала. Ну, что тут скажешь? У команды «Старс» женится Паша Черех, мы его все, как бы, от имени команды «Березняки», тех, кто его знает и тех, кто не знает, мы его поздравляем с наступающим таким событием. Свадьбу у него в субботу, Кузьмин, ну, Кузьмин попросил меня перенести игру, но я не могу ее переносить вперед, потому что у меня там вот разъезжается полкоман, поэтому я ему сказал, если ты хочешь перенести, пожалуйста, ну, давай мы сыграем на этой неделе, в будущем, ну, Володя, как бы. То есть мы пошли друг другу на встречу, нашли компромисс, и в четверг в 19.15 на Харьковском «Старс Березняки». Отже, если вы захочете посмотреть на интересный матч, пожалуйста, в четверг, вытягивайтесь в Харьковском «Старс Березняки»? Да, в «Березняки». Что касается шансов команд, то я вижу их равными, я вижу их равными, по одной простой причине, скорее всего, та и другая команды будут не обкрадать. Тот же «Чирик Шизи», я так понимаю, из-под того, как «Старс Березняки» уже три тура пропускает, вот. Рабочий день, не все смогут вырваться, поэтому, я думаю, это будет равная игра, и в ней вполне нормальным результатом будет ничья. Ну, а основное про данного тура, команда «Благодать», а команда «Нью Лайф». Я думаю, что стадион «Медпребор». Я думаю, будет стадион «Медпребор», я думаю, что «Благодать», как и в прошлом поединке с «Нью Лайфом», будет иметь преимущество. Ну, хотя бы потому, что «Благодать» после этих непонятных побед, поражений с «Динамо» и других результатов, они оказались на седьмом месте, для чемпиона это маловато. То есть, и «Нью Лайф», это как раз их преследователь прямой, поэтому нужно у него выигрывать и чуть-чуть отрываться, и подниматься повыше где-то так, чтобы первый круг закончить хотя бы в пятерке. Тогда на второй круг можно цепляться за призы. Я сомневаюсь, что «Благодать» при этом отрыве зацепится за первое место, все-таки уже на сегодняшний день 14 очков от лидера, это слишком много. Но то, что «Благодать» вполне может ворваться в тройку, я в это верю. Поэтому победит «Благодать» 3-1. И с рахунком 3-1. Вот так. Ну что ж, а как отбудутся игры и как складываются наши прогнозы? Что с півпадемо мы уже побачим с вами скоро все в неделю. Ну я имею в виду неделю. В субботу будут зіграні игры, неделю ввечері. Результаты будут на сайте. В четверг мы узнаем, как играют команда «Стар» с брезняками. Бондарчуку Ивану обожаем, чтобы его нога скорейше заживала. Ванюша, помаленько ходи, не бегай. По ступенечкам аккуратненько, не стрибай. Ты уже не молодой, хлопец. Пора думать про здоровье. 100%. Пускай выздоравливает. Ваня, удачи. Такая счастья всем. Па-па. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok